АЛЛАХУАЛАХ АЛЛАХУАЛЛАХ Размышления приводят к удивительным результатам. Задумайтесь над сходством и различием пчелы и мухи. Пчела служит примером верующего человека. Муха же может послужить примером лицемера. При размышлении приходишь к выводу, что верующий в своих поступках похож на пчелу. А каждое деяние у лицемера указывает на его сходство с мухой. Мы видим, что внешне пчела и муха похожи. У них одинаковая форма, они летают. Пчелы и мухи бывают в одних и тех же местах. Верующий и лицемер также посещают одни и те же места. Но всем известно, какой верующий и кто такой лицемер. Рассматривая признаки пчелы, мы поймем, почему верующего сравнивают с пчелой и почему лицемер так сильно похож на муху. Во-первых, залетая в сад, куда направляется пчела? Пчела летит к цветам. Муха в этом случае направляется к нечистотам. Во-вторых, пчела питается нектаром цветов. Муха питается отбросами. Верующий, посещающий собрания или отправляющийся куда-либо, стремится к благому, пытается получить пользу. Лицемер же ищет чужие недостатки. Одним из признаков пчел является то, что она участвует в коллективной работе. Муха же делает все, что пожелает. У каждой пчелы в уле есть своя определенная роль и обязанности, чтобы обеспечить выживание всех. Одни пчелы заняты охраной, другие собирают мед, третьи ухаживают за маткой королевой пчел. Мухи же, каждая из них сама по себе. Ни одна муха не помогает другой. Каждая из них занята собственными делами. И опять верующий с кож с пчелой, лицемер с мухой. Верующий любит быть с братьями. Верующие подобны одному телу, как об этом говорил посланник Аллаха, алейсалату вассалям. Также особенностью пчел является то, что они преданы своему руководителю. Мы видим, как пчелы погибают ради своей королевы. Мухи же сами по себе. Нет у них ни руководителя, никакой преданности. Верующий предан Всевышнему, его посланнику и другим праведникам. Верующий готов пожертвовать собой ради посланника Аллахи и салату вассалям. Истинный мусульманин предпочитает интересы другого верующего своим. Лицемер думает только о себе, не отдавая предпочтений другим. Он любит лишь себя. Пчела приносит пользу в виде пищи, то есть меда. Муха же является распространителем болезней и грязи. Верующий приносит людям добро, возвращаясь домой, приносит что-то хорошее. Обучаясь знаниям, верующий делится ими с другими. Извлекая пользу для себя, он делится ею с другими. Что касается мух и лицемера, они собирают и распространяют лишь плохое. Пчелы несут в себе здоровье и исцеление. Выходит из внутренности пчел питье разного цвета, которым лечение для людей. Муха – полная противоположность пчеле. Мухи являются разносчиками болезней. Верующий, встречаясь с людьми, слушает приятную речь. Покидая собрание, он передает и распространяет лишь благое. Лицемер, общаясь с людьми, вызывает вражду между людьми, доставляя лишь проблемы. Лицемер распространяет сплетни от одного к другому, как переносит грязь с одного места на другое. Из-за одной мухи могут пострадать несколько человек. Своими действиями верующий похож на пчелу, лицемер – на муху. Каждый из нас знает, похож ли он на пчелу или муху. Да сделает нас Всевышний из числа праведников. Аминь.